Еженедельное оперативное совещание началось с поздравления сотрудницы МФЦ Ленинского городского округа Юлии Стародворовой. Она одержала победу в номинации «Лучший универсальный специалист», которая присуждается в рамках конкурса «Лучший многофункциональный центр Московской области». Юлия работает в отделе приема заявителей три года. Чтобы завоевать первое место в номинации «Универсальный специалист», ей пришлось соревноваться с 60 конкурсантами. Это наша работа. Знаем свою работу, делаем все, что нужно. После оперативного совещания сотрудники администрации, представители служб и организаций округа, депутаты Совета депутатов приняли участие в благотворительной акции «Исполни детскую мечту». В Ленинском округе существует замечательная традиция, когда пожелания детей, они на елочке, с тем, чтобы люди взрослые, люди состоявшиеся, могли взять этот конверт и, соответственно, выполнить это. Иногда маленькое, большое, но, тем не менее, я думаю, для ребенка очень важное пожелание. Я не буду говорить, что здесь, но Артем Герасим – это тот конверт, который мне достался, поэтому я ни капли не сомневаюсь, что Артем свой подарок в этом году получит. Среди тех, кто ждет новогоднего чуда – дети с ограниченными возможностями из многодетных и малобеспеченных семей. Письма мальчишек и девчонок были развешаны на новогодней елке в фойе Дома культуры. Все они верят в Деда Мороза и ждут желанный подарок. Каждый, кто обратился за подарком к Деду Морозу, получит персонально то, что он попросил, из наших рук. Это замечательно, и причем важно, что здесь охват идет в части многодетных семей, детей, инвалидов. И я думаю, что это очень важная история, им надо ее больше распространять и делать не такую достаточно маленькую, а делать ее объемной на всей территории нашего городского округа. Поэтому всех приглашаю принять участие. За несколько недель до Нового года каждый может стать зимним волшебником. Для этого вовсе не обязательно надевать костюм с бородой и красной шубой. Достаточно присоединиться к благотворительной акции «Исполни детскую мечту».